Всем привет! Разведение меченосцев, как и других живородящих, не отличается особой сложностью. Это связано с тем, что рыбки не откладывают икру. Ее развитие происходит в половых путях самки, и на свет появляется уже полностью сформированный малек, способный к самостоятельному питанию. Такой тип развития называется яйцеживорождение. Половой деморфизм у меченосцев ярко выражен. Главным половым различием является наличие у самцов видоизмененного анального плавника гоноподия. Он представляет из себя трубочку, по которой самцы вводят половые продукты в брюшную полость самки. Кроме этого, самцы мельче и имеют характерный меч, удлиненный луч хвостового плавника, хотя у некоторых разновидностей он может отсутствовать. Для разведения меченосцев не требуется создание особых условий. Оплодотворение без проблем происходит в общем аквариуме. Можно наблюдать своеобразные брачные танцы самцов, челночные движения вперед-назад. Беременность самки длится около 40 дней и зависит от многих факторов, параметров и температуры воды, кормления и освещения. Форма брюшка самки перед родами немного изменяется. Оно становится более полным и квадратным. Возле анального отверстия появляется характерное родовое пятно. Количество выметанного малька зависит от возраста и размеров самки и варьируется от 15 до 100 штук. Как правило, нерест происходит в утренние часы. Самку меченосца, готовую к родам, лучшего посадить в заранее подготовленный аквариум с большим количеством мелколистных растений. В них смогут укрыться первые мальки, спасаясь от поедания самкой. Альтернативой является использование специальных отсадников. После окончания нереста самку необходимо вернуть в общий аквариум. Вообще, проблема сохранения малька-меченосца – самая сложная задача при разведении. В естественных условиях родители никогда не видят своего потомства, оно моментально уносится течением. В аквариуме же крупные и яркие мальки воспринимаются только как корм. Новорожденные меченосцы отличаются относительно большими размерами, поэтому способны питаться довольно крупными кормами – артемией, резаным трубочником и качественными сухими кормами для мальков. Соотношение самцов и самок в потомстве зависит от температуры окружающей среды, при низких значениях появляется больше самок, при высоких самцов. Рост у мальков очень быстрый, уже в возрасте двух месяцев можно отбирать наиболее сильных и красивых особей без дефектов. К трем месяцам у самцов начинает появляться меч. Половозрелыми меченосцы становятся уже в возрасте шесть месяцев. Стоит отметить, что все разновидности меченосцев прекрасно скрещиваются между собой, порой с образованием довольно интересных цветовых вариаций. Зачастую у меченосцев наблюдается необычное явление – в определенных условиях самка превращается в самца. При этом она приобретает половые признаки мужской особи – меч и гоноподий. В отдельных случаях возможно даже появление потомства от таких особей, которое, как правило, состоит в основном из самок. Всем спасибо за просмотр! Пишите комментарии и подписывайтесь на канал! Субтитры сделал DimaTorzok